Я приветствую тебя Чумба, с тобой Рабаши. Данный видеоролик проспонсировал и заказал на стриме Слава, поэтому я смиренно делаю. Видеоролик, как ты уже понял, будет о Хантенгу, а точнее о его силе. Вообще чувак довольно-таки имбовый, но если тебе нужен полный спектр способностей, его истории и так далее, то тебе вот в этот видеоролик. Я оставлю ссылку в описании, а сам начинаю. Скажу сразу, в схватке один на один Хантенгу сможет одолеть разве что Геомэ из-за его сверхчеловеческих статов, остальные либо живыми не уходят с битвы, либо сливают в сухую. Дело в том, что у него самая проблемная способность из всех высших лун. С охотниками сражаются его эмоции, подкрепленные разными личностями психопата. Либо отдельно сами по себе, либо в виде Захакутена, цельного тела. И для победы над демонюгой-пидорюгой нужно отсечь голову реальному телу, которое мало того прочное, но еще и мелкое, задача которого одна – прятаться. Представьте, как офигенно устроился Хантенгу. Может закрыться в землю, находиться далеко от Захакутена, пока тот унижает всех, а сам попивать березовый сок прямо с корней. Обнаружить его можно только с помощью прозрачного мира, или как Танжира, буквально вынюхать носом чести и правды, визуализируя образ. Нет, это не прозрачный мир, как многие из вас подумали, это именно визуализация цели через обоняние Танжира. К сожалению, такой нюх есть лишь у Тандыра и у Рокодаки. Но ладно, если бы только в этом была вся запара, ведь главный козырь четвертой высшей луны – Захакутен. По сути, сильнейшая марионетка, и если ему отсечь голову хоть каким-то чудом, то она просто отрастет вновь. И сам по себе он вовсе не лох. Напоминаю, а тем, кто не знал, рассказываю. Просто за араб Захакутен вырубил Митсури, поставил на колени и ввел в ступор. Выжила она только из-за ее восьмикратных в сравнении с Человеком-Мышц, которые уплотнились и играли роль живой брони. Следующим мгновением он, конечно, мог присунуть ей, но ее спасли всей компанией. Расшифровываю. Такой крик снесет столпа с худшей физиологией, чем у Митсури. Если сравнивать женское и мужское тело, в мужском теле мышцы составляют 40% от массы тела. У женщин 23%, почти вдвое меньше. Но у нее они восьмикратные, значит у нее в 4 раза более развитая мускулатура, чем у мужчины. Пример ставлю в момент, когда она оторвала Мудзану руки нахер, своими голыми руками. Просто голой грубой силой. И не вздумайте эту блинскую таблицу приводить в пример. Это все тотальная хель, за которую автор манги сама же извинялась. И это очень легко доказать. Мы видим Митсури в группе сильных. Там же, где Рен-Гоку, Тамиоко и Санеми. Только вот среди всех них она стоит последняя. Это как террелист группы Б и последнее место в нем. Много слухов ходило, это таблица без учета дыхания. Ибо если бы с ними, то Тен-Гей ушел бы далеко в дно. Окей, разрушаю данный топ простой математикой. Вес Тен-Гена 95 кг. Привет Вики. В нем 40% мышц. Это 38 кг. Вес Митсури 56 кг. В обычном женском теле мышц на 23% от массы этого самого тела. Но они у нее в 8 раз плотнее. Что мы и умножаем. Выходит 184%. Итого 103 кг мышц. Если бы она была своих габаритов. Разница почти что в 3 раза. Автор манги сама же не учла физиологию своего же, блин, персонажа. И поставила его аж на 6 место. В состязании, где 60% роли играет сила. Обычная грубая сила. Так что показывать таблицу армрестлинга как показатель силы нелогично. Можно выкидывать в мусорку, как и Тен-Гена из топ 2 по силе столпа. Так вот Крик. Он нокаутирует столпа с худшими физстатами. А это все кроме Йомея, доходя или же включая Санеми. И ладно, если бы у Захакутена был только Крик. Тут и молнии для обездвижа, ветер для отталкивания и впечатывания в землю. Пики точеные для ценителей высокого искусства, конечно же. И все эти техники могут использовать 5 деревянных драконов на расстоянии 20 метров. А вишенкой на способностях будет кармическое дерево Авичи. Драконов становится больше, радиус поражения увеличивается. Обычный Крик или техники делают цель неидиспособной. И также делают в цели на пару десятков дыр больше, чем надо. И вот представьте, с ним сражались Генья, Незука, Танджира, Митсуи. А тут речь идет о сражении 1 на 1. Против монстра, который обладает огромным количеством способностей и альтер-личностей. И если ему отрезать голову, она отрастет вновь. Ибо тело не главное. И даже если дотянуть до рассвета, это тело сгорит, а основное выживет. Ибо находится далеко или просто прячется. Единственный логичный способ убить Хантенгу, это иметь прозрачный мир и мега-нюхалку от Танджира. А лучше и то, и другое. Но проблема в том, что чтобы использовать прозрачный мир, у тебя должен быть напарник. Нет, я это правило не из воздуха взял. Это демонстрировалось при битве Аказа против Гию и Танджира, где Гию отвлекал, пока главный герой концентрировался. Как у Шиба против Гюмея и компании, где Гюмея входит в прозрачку во время атак с Анеми и Муичира. Также, кстати, и с Муичира. И второй раз с Гюмеем, где прямым текстом сказано. У меня появилось время для концентрации. То же самое и с Абанаем, с его прозрачным миром на мгновение, как многие любят говорить. Чтобы долго находиться в прозрачном мире на пассивной основе, у тебя должны быть 6 глаз, как у Кокушиба, либо ты должен быть Юриичи, рожденным с прозрачкой. Резюмирую только что сказанное. Прозрачный мир в сражении 1 на 1 против Хан Тенгу активировать не получится. Столпу будет не до этого. Он будет занят защитой, парированием, наступлением и льющимся градом атак. Теперь кейс на примере с Анеми. Прозрачного мира у него нет, да и не смог бы активировать. Алый Клинок, увы, тоже не сможет активировать, ибо данные ачивы самостоятельно он открыть не смог. Обладает редкой кровью, да, обладает, но увы, она работает только в ближнем бою. Что же с Захакутеном? Стоит, пьет в барабаны на расстоянии 20 и более метров, пока Хан Тенгу бегает по лесу, собирая грибы. Попробуешь доебаться до него, тебя анигилирует Зохач. Попробуешь убить Зохача, у него отрастет голова. И так по кругу. Шансы есть, пожалуй, только у Гюмея с его показателем силы и скорости, который делает свой шар красным. И тупо с помощью цепи со среднего расстояния всем своим объемным шаром въебывает по Зоху, останавливая или замедляя регенерацию. А после шарика там четверти тела не будет, так что регенить долго. И вот только после этого, если это сработает, войти в прозрачный мир и найти настоящее тело. В данный ролик можно еще пару вариантов добавить, но это дело вкуса. Всех прозрачников, например. Только вот я уже сказал, прозрачный мир в сражении один на один активировать не получится. Тут нужно скорее сочетание прозрачки и обоняния или слуха, как у Зенитсу. Но увы, в КРД есть только один такой персонаж с развитым шестым, пятым, четвертым, третьим чувством. Это Танжера. А что ты думаешь по поводу Хантенгу? Имбичи же он голимая. Жду твое мнение в комментариях. Боже, как после нарутки налегке заходит КРД. Просто пипец. Вообще не ощутил. Я еще постарался там с видеорядом, всякую херню, короче, намолол, полутончика на фон добавил. Ну, короче, я думаю, ты сам все видел и оценил. Короче, как я и сказал в своей записи вчера, но я продублирую данную информацию в данном видео. Со следующей недели я объявляю марафоны КРД. Что это значит? Я буду выпускать видеоролики 2-3 раза в неделю по тематике КРД. Весь сентябрь месяц у меня будет посвящен клинку. Да, возрадуйся. Так что, если ты не подписан, то я тебе рекомендую подписаться. Ибо здесь будет нереально жарко и очень сильно интересно. В октябре выходит Человек, Бензопила и Блич. Поэтому ролики по КРД с октября месяца будут выходить 1 раз в неделю. А все остальное время будет посвящаться Бензопиле и Бличу. Все, вроде бы все, что хотел сказать, сказал. А тебе спасибо за просмотр. Оцени его. Обязательно напиши комментарий по Хантенгу. Как тебе вообще данный демон? Опять-таки, пуньк, на подписочку нажми. И увидимся в следующем видеоролике Чумба. Продолжение следует.